Ну вот результаты нашего труда яиц. Правда грязненькие, но больше, конечно, муж занимается курами. Я только хожу, собираю, а муж у меня и кормит, и смотрит за ними. На дачу ходит через два на третий день, и вот такие результаты. У меня куры не несутся как бешеные, как все показывают ролики, но вот результат наших трудов кур выгодны. Лесной массив такой красивый, муж он наслаждается воздухом сосновым, красота. Тишина, идем на дачу. Здесь-то дороги почищены, вот она. Но возле нас, наших улиц, наверное, будет там страх. Итак, цивилизация закончилась, чистка улицы. Вот она. И вот мы подходим к нашей даче. Целые вот кучи загрузили, прямо с землей. Вот туннель проделали, вот такой туннель. И теперь идем к своей даче. Вот она, земля прям. Снега навалено много, но у нас вот беда. У нас вот здесь была как бы моя беседка, кухня летняя провалилась. У нас крыша. Все мои грядки покрыто, ну вот, в рост метр, большим, да, метровая высота. Сейчас мы пойдем своих кур смотреть и будем кормить сегодня зеленочкой. Вот такая у нас зелень. Вон они, куры, там у нас сидят. У нас вот такая зелень, рожа, посеяна. Сегодня мы ее сюда загоним и пусть они покушают. Вот наши куры в январе месяце. Вот они. Они у нас линяют, страшненькие такие стали. Все, температура здесь у них плюс, как видите, плюс даже 10. Сегодня солнышко, он капелли даже идет. Земля не замерзшая. Но яйца страшные, пристрашные, потому что они в земле вот ковыряются. Вот сейчас мы пойдем посмотрим, сколько они снесли. Но яйца будут, конечно, ужасно грязные, потому что видите, что они лапами лазают, по земле ковыряются, а потом идут нестись. Вот смотрите, сколько посчитаю. Вот три, шесть, девять, десять в одном и здесь три, шесть, семь. Значит, семнадцать. И там, где они сидят, сейчас посмотрим, где сидят там. И снизу, да, вон они еще два яйца лежат, где они сидят. Вот они. Короче говоря, у нас всегда 21-22 яйца. Иногда бывает до 25. Ну, это как бы редко, когда немножко температура до минус 6-7. Ну, а сейчас мы своих кур будем, значит, выгонять на улицу. Вот у нас есть, что покушать. В одной теплице они уже все скушали. Вот, как видите, там поле пустое. И мы сейчас их перегоним в третью теплицу. За мной след. Да, увидели хозяйка, надела бахилы, заходя к ним в теплицу. Вот она, наша теплица в январе месяце. Вот такая рожа. В этом году она немножко маловато выросла. Поздновато посеяли мы, наверное, ее. Вот они ее с удовольствием вот кушают. Вот они, как видите. Вот мы их загоняем. В одной теплице они уже скушали у нас такую зелень. А это вот именно для января месяца, чтобы они витаминчиков как бы себе в организм понабрали. Вот мы их пускаем. Сейчас я пока вот эту вот мы в сторону их сегодня запустили. Эту пока не пускаю. Пусть их показывают. Вначале они перебуровят все на свете. Потом мы их сюда переведем. И они потом постепенно все это будут кушать. Вот она зелень. Так что наши курочки с витаминами. Вот так мы приспособились всегда. И даем такую вот зелень рож. Поэтому они у нас и несутся. Несутся они очень хорошо. Вот я сейчас расскажу вам про свой ролик, где мне там дали замечание по моим курам. Они сказали, что я назвала неправильно куры доминанты. Это не доминанты, а кроссы куры. И не хайсекс вот эти вот рыженькие, а ломан браун. Ну пусть будет так, ломан браун. Нам фермер так продали, мы и так и сказали. То есть кроссы это результат скрещивания разных пород. Это куры яичных или мясных направлений. Ну теперь и я буду называть куры кросс чешский доминант. Вот эти вот серенькие, как правильно. А рыженькие, если не хайсекс браун, ломан браун. Так мы будем правильно их называть. Вот спасибо за то, что подсказали. Теперь мы будем знать, что полтора часа, вот что они у нас уже здесь натворили. Уже стали не кушать, а стали уже купаться в этой земле. И мы их уже загнали. Ну вот как говорят, все куры несутся, как бешеные куры несутся, там как золотые яйца. У нас вот так куры несутся. Доминанты, как я говорю, что лидировали и лидируют. Доминанты у нас лучше вот несутся. Вот, ну и у нас и, как бы я не могу сказать зимой, хвалить одних доминантов. И остальные куры, я считаю, что неплохо. Корма мы вот насыпаем отдельно. Вот достаточно снег обязательный. В кормушках. Арбузы, тыква. Вот она хоть и заморожена, но у нас здесь тепло. Сейчас растает, они ее поклюют. Водичка, как я сказала, что стоит. У нас вот она, не замерзайка, как мы сделали. Я рассказала, как мы ее сделали. Вода у нас не замерзает. Вот, как видите, мы пришли. Вот она, вода даже не замерзла. Потому что мы сделали вот такое вот приспособление. Взяли, видите, ящик. Насыпали туда ихнего же помета. Вот, как видите. И поставили туда водичку. Корица такое. Все, оно создает тепло. Помет этот и вода не замерзает. Вот, чтобы они не лазили, не мутили там больше, мы их прикрыли. Вот, оставили им только вот место маленькое, чтобы они пили водичку. Для кур мы калину собирать. Это тоже витамины. Вот они, куст какой хороший. Надо ее полностью обобрать. Это курам хорошие, тоже витамины. Какие красавчики. Вот они. Перелетает с ветки на ветку. Мы тоже для своих кур рвем. Вот этого таблепиху они очень хорошо едят.